книга открытым оком тема русский язык том 10 вопрос 2340 многие верующие говорят что кто кого в чем судит тот в том же и сам тот в тоже и сам впадет так ли и почему приведите примеры и как уметь отстоять свои правильные убеждения если архиерей тебя преследует отвечает игнатий тихонович лапкин во всем любовь к богу к библии и к тому с кем конфликт у нас были исключительно натянутые отношения с нашим архиереем но по милости великого бога теперь все иначе не знаю что будет завтра но наша позиция неизменно и по сей день обвинение меня в расколе обрушилась всей страшной тяжестью теперь на самого архиерея дословно он попал в мое положение как я некогда пред ним не комментирую письмо епископа как он совсем даже не мое а надуманное им самим хотя он слова берет из моего письма не говорю что я святее епископа но он же на меня наседал и грозился лишить и духовного наследия моего меня а не я его псалом 929 сидит в засаде за двором в потаенных местах убивает невинного глаза его подсматривают за бедным псалом 36 32 нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его здравствуйте игнатий тихонович получил ваше письмо со статьей про церковнославянский язык крайне удручен содержанием и стилем этой статьи во первых вы вопреки здравому рассудку называете церковнославянский язык мертвым которым никто ни с кем не разговаривает не правда я мои родители мои братья и сестры по плоти и по духу как и миллионы верующих славян разговаривают на этом понятном уму и сердцу языке с богом даже если будете настаивать что это только для меня си язык понятен называть его мертвым вы имеете право лишь только после моей смерти на указанной неправде поставлена вся статья ведь тексты священного писания говорят не о родном старинном наречии а о чужом от вавилона отделенном люди разного воспитания или мировоззрения говорят друг другу на общем наречии мы говорим на разных языках вот и вы говорите на ином неправославном языке не желая слушать заранее настроившись не принимать никаких возражений никогда священное писание не принесет пользы не принесет плода для которого предназначено если им пользоваться в качестве подпорок личного мнения если даже предположить что сами вы возьметесь доказать что церковнославянский язык необходим то вы со своим знанием а еще больше со своим способом приводить строки священного писания имеющим косвенное отношение а порой даже не по теме статьи можете с таким же успехом привести больше цитат священного писания и больше ссылок как на священное писание так и на творение святых отцов увлекаясь доказательством своего мнения вы даже не своевоизводили уделить внимание тому что сами подводите читателя к противоположному логическому выводу вы говорите что в переводах священного писания еретики действовали намного успешнее и благоразумнее православных но где же плоды этих успешных действий где добрые плоды православных церквей в которой богослужение не один десяток лет ведется на их современном разговорном наречии например американская метрополия сурожская епархия ведь напротив модернизм языке потянул за собой такую цепь отступлений что и православие то едва проглядывается и нравственность не блещет даже по сравнению с нами это же вероломство сослаться на свое оправдание на то что противоположное доказываемому одно из самых важных свойств священного писания а именно его сокровенность невозможность познания и изучение рациональным способом вами полностью проигнорирована мало об этом свидетельстве священного писания святых отцов и самого господа нашего иисуса христа и уж совсем ни к чему вы дерзнули ехидничать над святыми христа ради еродивыми и праздниками покрова пресвятой богородицы кстати сказать крышнаиты бахвалятся тем что в их религиозной системе буквально все понятно однажды они так и наседали на меня вот у нас все понятно значит истина у нас в угоду своим амбициям вы всех нас ревнителей церковнославянского языка обвиняете в пьянстве и алчности в желании скрывать от народа слово божие по отношению ко многим архиереям и пастырям это беспросветная бессовестная клевета так может писать лишь тот кто хочет порвать с церковью или и и не просто уйти а громоподобно хлопнув дверью или это временное помрачение ума или прогрессирующая по малу прелесть бесовская гордыня самоуверенностью питаемая я не хочу оставлять без последствий столь грубого вашего поступка агрессивности и лжи предлагаю принять такие меры первое запрещение публикации без церковной цензуры просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи если такового не будет второе запрет катехизаторской деятельности публикация моего ответа и второй призыв к покаянию третье если вновь будете упорствовать отлучение от церкви епископ ефтихий получил 11 сентября 1995 года знание писания одухотворяет события любые все вещи и детали на что не посмотрю за скрытыми дверями и самой что не есть брони и лучшие стали во свете вечности рассмотрим этот день свою кровать и первые шаги прообраз воскресения из под завалов стен покровы одеял наркоз из сна в мозги делами праведности душу облекать повсюду отрекаясь помощи бесовской христа незримого узрю на облаках земли сгоревший почерневший остов с молитвой дверь по утру отворю она прообразует мне иисуса знак отречения от мира этот крюк врагов губителей к нам на порог не впустит потею обрабатывая землю в единственную душу насаждая злаки учению апостольскому внемлют что за труды динари им заплатят пропаловую сорняки и грехи и постоянная нужда в поливе раскаяние проповедью сетью не рыба для ухи а души как гласит священное писание все из христа к нему и возвратиться в любом кому я помощь окажу святая истина к себе подобная птица а было время жил как бы навозный жук дорога пыльная политики шумиха помылся покаянием очистил согрешения и бога ощутил в движении ветра тихом вот ястреб ловит и голубя душа моя мишенью необразимые необозримые вокруг учителя сопровождают сонного в постель могилу нам руки женщины не сладость а петля в сердцах сбербанки стих накопит силу 2 октября 2004 год игнатий лавкин 0 ну ну 0 0 0 0 0